Я тоже держу. Опять съемки. Съемки. Рахиль спрашивает, говорит, худенькая, как девочка. Я отвечаю, ну, больше, чем полугода у нас посты. Большая часть. Это во-первых. Во-вторых, ну, когда мне сидеть, присесть, вот я присела тут с Игнатью Тихоевичем, вот и все. С утра поднимаюсь, с ребятишками везде, бегом-бегом. В школу отвожу, скорее дома покушать и кое-что прибраться. И снова полетела за руль. Так что, ну, в общем, сижу целыми днями за рулем. Всю дорогу на ходу, да? На ходу, да. И тут вот я тоже приехала по делу, когда Тихоныч. Сейчас я покажу маленько задержаться на этом. Вот она подходит к нему. Видите, это мы были у владыки митрополита. Вот она тут салендарик получила. Давайте, проявляйте свои дела. Проявляйте. А что дела? Вы к нам будете приезжать? Не знаете пока. Ну, конечно, тут вам далеко. А вы в каком городе идете? Алматы. Алматы. Это же, так, столица. Южная столица. Погромче говорите. Наушная столица Казахстана. У нас там знакомый живет, общий знакомый. Может, вы слышали, отец Нафанаил в Судниках. Он иеромонах. Вот он там. А в какой он церкви? Я не знаю. Нафанаил? Признаться честно, я не знаю, в какой приход он ходит. Ходит ли. Не знаю ничего. Он старенький уже? Нет, нет. Он возраста примерно. Нафанаил, у меня лет на пять. А фамилию не помните? Судников. Судников, вот. Надо запомнить. Смотри, как. Я первый раз вижу, чтобы так совпадало при крещении. Меня зовут Райхан от Арахиль. Прям почти рядом было. Мне тоже очень понравилось. И как внуков вы называли. А нам предлагают какие? А я говорю, нет. Я хочу библейские имена. Я говорю, можно Арахиль? Батюшка говорит, можно. А то он мне какое-то такое обычное назвал. А что, Игнатий, в Святых Отцах-то есть же такие имена? А? В Святых Отцах есть такие имена? А как же? Ну, так что, вообще, красивые имена. Значит, они как... Вот Ездра не назовут мальчишку. Не назовут. А для меня это самое дорогое имя. Больше праведника не было в Ветхом Завете. Никто столько не сделал, как он. Притом, ни одного замечания нет. Свято прожил. У Давида, у Соломона. За всеми было. За Авраамом что-то числилось. За этим ничего нет. Он собрал книги Ветхого Завета, самое главное. Это Ветхий Завет, это его рука. Три книги в Священном Писании ему принадлежат. Вывел народ из плена. Отстроил... Извините, извините. Это вообще, что за ним есть. И его нету в святцах. Монахи не пропустили его. Потому что он сильно распространял Слово Божие. А для них оно смертельное. Я так понимаю только. Ездра, я сейчас поговорил с евреем здесь. Он говорит, о, а он тут, говорит, Ездра на каждом шагу. У евреев. Я спрашиваю, почему он не канонизирован? Не знаю. Но надо исследовать его, знать. Как может быть не канонизирован человек, за которым ни одного худого дела нету, а только великие, возвышенные и неповторимые. Кто может собрать книги сегодня Ветхого Завета? Никто, но же собрал их. Он вложил такой вклад. Мы каждый день пользуемся его трудами. И вывел народ из плена, в милость, подпал милость императора тогдашнего и вывел народ. А то пали такая. Пали. Держи крепче. Садись, садись. Не ручная. Держи. Пали хорошая. Она заворновалась. Держи, уже большая кошка прямо. Пали моя хорошая. Пали замечательная. Пали, а? Сегодня мышку поймала она. Уда у меня. Нет, сегодня она, да? Утром? Да, да, сегодня утром. Утром поймала мышку. Да умница, умница. А, киса, я тобой любую. Какая она была-то? Вы как снимаете, пропали. Смотрю первые ролики, смотрю, пропали. Ну, красотка какая выросла. Такие глазища. Ну, ладно, беги, беги. Не любит она. Нет, она не привыкла к чужим людям. Видела ролик, как она ловила так гулю. Гулю, она не ловит, она играет с ней. Да ну, она ее реально, мне кажется, поймала бы и задушила бы. Но как только ту выпустил, та полетела. Она сразу превратилась в охотницу. В хищниках, да, все. А как по-другому? Животный мир. Палечка, ну красавица, а. Ну, Палю все любят. Так она вон какая у вас. Паля, Паля, где она? Грязная только. Ну, напугали ее. Вот она. Вот она где. Ну, что она у нее? Подожди-ка, я тебе сейчас скажу, надо дать поиграть. Вот, подожди-ка, тут где-то есть ее игрушка. Она не удержится. Ей не устоять перед этой игрушкой. Ну, книга, три дома взялась. А, ну, что скажешь, вот так. То, главное, спрятать от нее не можем, а тут нету. Я купила Библию. Ну-ка, говори пока, где-то, Сергей, с Рахилю. Это я сейчас сделаю. Еще Евангелие мне дали у кого-то. А вы где покупали Библию? А где мы покупали Библию? А? Где покупали Библию? В храме. В храме, да? А рядом какой-то, не знаю, на улице в лавке. Нет, не знаменский, Дмитрий Ростовского. Ага, поняла. В ограде у них. Что я, знаете, там еще для пали что-то еще. Ну, все. Нету игрушки. Ну, главное, утром еще было. Вот оно где. Нашли. Просто я тоже заходила как-то. 540 рублей. Лиди, Паля. В обычных книжных магазинах дешевле религиозная литература, чем в церковных лавках. Там, наверное, нету 77 рублей, чтобы было. Полные. Вот я не обратилась. Смотри, смотри, гляди, гляди, шатоги. В таких магазинах они 66. Опа. А теперь смотри, я ей создаю мышку, как будто бы тренирую на мышках. Лиди. Все. Пошла за той. Там другая мышка. Ну, а тут это уже все. Да, любимая. Да. Запомирала, увидала. Она же двигается. Ее ребятишки до того любили. Я как-то маленький звоночек и садится за, только я звоночком. Она несется со всех ног. Где-то там лежит, спит на печке. А вот такая вот была маленькая. Но иногда она бывает где-то рядом. Я позвоню, она метнется, а уже сидит на месте под столом. Ей бегать не надо. Она метнется туда-сюда, испуганная. Потому что я сажусь, а сразу рыбке ей даю. Но. Ой, впали и впали. Палевая. Так на зал пали. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Да чего хитрая. Вот здесь вот стул убрали. Так она вот так вот вывернулась. Она вот и сюда вылазит. Вот интересно как. Вот она там увидела. Вот здесь сидит. А голубь сидит вверху. Так она вот так вот подбежала. Сюда, сюда. Мигом заскочила. Голубь туда. Ей надо туда лезть. Так она вот сюда вот по этажам. Сверху уже залезла опять. А слазит не знает где. Давайте вот прыгнет он в ту дыру. Смотри, вон наверху ты туда. И там по дровам и уже с этой стороны забежала. И говорит, не понимает. Очень даже понимает. Я бы хотел тебе дать на память два журнала наших. Возьми. Серковные. Спаси Христос. Серковные. Вот так. Алтайская миссия называется. Смотри, хорошее журнало. Вот мы говорим. Один человек. Архиерея как раз сумел обстановку разрядить. А тогда был епископ здесь. Один священник говорит. Ни одного собрания в епархии не начинало, чтобы вас не помянули. И заканчивается обязательно помянуть. Слава Богу. А так нет, все. Это Господь услышал наши мольбы, воздыхание и дал вот такое. Он, видишь, он много работал, как священником был. И поэтому у него такой опыт. Ладно. Там ничего не слышно, они не собираются его смещать. Я не знаю. Они же подневольные. Неприятные у меня эти разговоры, я поэтому не хочу слушать. Неприятные. Ну, был он здесь раньше, да. У дамбри сколько струн? Две. Две. Одна палка, два струна. Поняла? И мы сейчас прослушали, как он по-моему с Агинского играет. Прощание с Родиной. Тот, когда написал, то он об этом и не думал. Там революция была, это восстание против России. И он об этом был замешан. Но когда он вернулся, его не посадили, ничего. Император опять приблизил его к себе. Какая была власть все-таки? Агинский. Он поляк же, да? Да. Вот так. Вот не приехала она. Ребятишки загрибовали. Ну что, одни грибовали неделю. Сейчас старшая заболела. Старшая болеет, эти учатся. Вот пока они в школе, я... А младше сколько? Девять. Да уже маленьких нету, девочка. Маленьких у меня нету. Все уже с меня почти ростом. Есть. Один мальчик и три девчонки. Ты знаешь, у нее дочь как назвали? Руфь. Руфь, да. А этих внуков Марк и Рафаил, кажется, да? Я, по-моему, ну. Вот у нее, главное, старшая дочь. Ливия, не Лилия, Ливия. Я таких не встречал. Вторая, Леонида. Третья, Агния. Мальчишка, Тарасий. Если по числам называть, это... У нас интересно, так с именами получилось. Если хотите, я вам расскажу. У нас Ливичка, она родилась 8 июля. Если взять календарь на 8 июля, там два женских имени. Ливия и Леонида. Ну, Саша, вроде как, это мой супруг. Ну, давай назовем Леонида. А до этого мы решили, что назовем Ливия. Ну, как решили? Созвонились там, сговорились. Называли день в день. Я говорю, ну, давай назовем Ливия. Ну, так нежно он. Ну, ладно, давай. Назвали Ливия. Второй ребенок рождается 28 июня. Единственное имя Леонида. Девчонки. Вот придумаешь случайно. Я говорю, Саша, ты как заказывал. Хотел Леониду, а на копии отец. То есть все светловолосые, голубоглазые, как я. Ливичка, светлоглазые. А одна Леонида черноглазая, волосы темные, вся в отца. Вот. А Тарас родился. Его тоже говорят, слушаться, не слушаться, как называть детей. Мне хотелось назвать Севастьяном. Так уж я это имя облюбовала. Думаю, ну, будет Севочка. А он рождается 10 марта. Севастьян 11 марта. Ну, Саша позвонил отцу Акиму. Говорит, батюшка, Галя родила. Батюшка, как назовете? Ну, думали Севастьяном назвать. Ну, что Севастьяном? У нас есть один Севастьян. Вы же знаете, у нас чтец Севастьян есть. Назовите, говорит, Тарасием. Ну, Саша ему сказал, что на этот день Тарасий, Асклипиадот, если не ошибаюсь, а на завтра Севастьян. Саша мне звонит. Вот с батюшкой поговорил. Он так и так передал всю суть разговора. Я такая говорю, ну вот, я мучилась. Принимала тут участие. В мугах рождала ребенка. Я хотела Севастьяна. Они хотят Тарасия. Полежала я так, подумала. Надулась, конечно, маленько. Потом помолилась. Думаю, ну, отцы вот так решили. Ну, случайно? Может и не случайно. Решила я послушаться. Говорю, хорошо, будет Тарасия. Сейчас смотрю на него. Ну, какой он Севастьян? А он Тарасий. Ну, и Агнюша, как бы мне и хотелось. Мне очень нравилось имя Агния очень давно. У нас еще в Потеряевке жили Плотниковы. Может, вы слышали. Дима с Мариной. У них тоже много было ребятишек. И одна из них была Агнюшка. Но до того мне нравилось. И сама такая кучерявая, красивая девчонка у них была. Думаю, ну, вот у меня будет ребятишка. Я еще тогда не замужем была. Мне бы тоже хотелось, чтобы назвать Агния. Ну, вот и родилась Агнюша. Ну, у нее получилось не день в день. Потому что она родилась 3-го, вернее, 4-го февраля. А на 4-го февраля женских имен нет. На 5-е тоже нет. Там на 6-е или на 7-е ближайшая Мария, по-моему, было. Я уже точно не помню, могу ошибаться. А на 3-е Агния. Ну, вот ближайшая получилась Агния. Получается, говорю, Агнюш, у тебя день Ангела 3-го, день рождения 4-го. Вот так и называли. В общем, не думали мы, не мудрствовали. Как хотели, вот оно и пожалуйста, да? Только Тарасий. Вот как Богу было угодно, так и назвали. Заглядывали в календарь святых отцов. Мне тоже каждый раз анализы сдадим, потом прихожу, забираю. А они мне, у вас такие имена? Где вы такие брали? Где придумали? Я говорю, да нигде не придумывала. Открывайте православный календарь, и там все имена уже давно придуманы за нас. Они, ну, прям красивые имена, похвалят еще. Приятно. Тарасий, да? Документ также полностью пишется. Тарасий, да, Тарасий. А то вот спроси, Рахиль, зачем она приехала? Рахиль зачем? Зачем она приехала? Такую даль, среди земли, Балакос. Я уже слышала мне, что спрашивать. Я же смотрю и собрания, и все. У меня раз не было в воскресенье, я обязательно смотрю. Зачем приехала? С вами повидаться? Потому что пути Господни неисповедимы на самом деле. Молодцы, что приехали. Хоть Игнать Игорь, против всяких путешествий. Это я понимаю, любовь. Все оставить? Да. Поехали, говорит. А то, говорит, или я умру, или... На шестое число взяла билет? Нет, давай лучше попозже, будет 20-летие. Ну, я поехала, поменял. И недорого менять, это 50 тенген по-нашему, на ваши... Не знаю, сколько это... Опять поможет, 250 рублей, что ли? 250 рублей поменять? Ой, недорого, дорого. Дорого? Ну, значит, неправильно я сказала. Может, 25? А, 10 рублей. Вот, 10 рублей на ваши поменял. Ну, это недорого тогда. Да, здорово. За 10 рублей чуняла. Так она тут такие подарки от Алтая. Купила меду, еще что-то там купила. Книги теперь у ней. Только бы доехать. Да, только бы доехать. Сразу дай знать. Или звонком, или как. У нас не продается холодного отжима масла. Да. А сейчас муж скажет, что у нас. Я была у митрополита. Благословение взяла. Направка прямо высветит экран на ровно. А я сейчас покажу, как митрополит сначала встречает, а потом к этому вернусь. Вот он выходит. И говорят, это эйфория у него. Руки поднял. Здравствуйте. Многоя душа из Казахстана. Через интернет познакомилась. Была в свидетелях углов. Так, теперь смотри. Вот мы собираемся уходить. Но слава. Мы ехали мимо и говорят, это обязательно Владыку попроведуем. Это хорошо, заходите. Это в митрополии. Константин наш поехал в Казахстан в командировку, попал в аварию. Сейчас лежит в больнице. Там травму не стилит с машиной цифровым, чтобы его как-то транспортировали сюда. И там в Казахстан. Константин наш константин. Константин, хорошо. Помолить. Сейчас отдадим на молитву. Да. Спасибо, Господи. Наше храм. Посмотри, мы пошли. Помните, что у нас когда День Деревни, да, Леха и Женни будут теперь планировать. Ну уж как Бог даст вам, а вот у нас уже престольный праздник. Нет, вот же и День Деревни. Ну, Деревня 16 сентября, мы были в Беларуси. А летом, мост. А День Деревни, когда Деревня начала образовываться, 14 мая, в Беларуси, в Беларуси, даже в 19-м, ну вот. На День Деревни два раза мы приглашаем людей. Ну, а вот это, знаете, постоянно это такое рутинное работе, это все-таки тоже образуется. Конечно, есть. А мы всегда видели, когда выезжаете, я говорю, кладыка к нам приезжает, у него будут посвязать, сходят. Смотрят насчет Доркова, скажут, вот надо будет. Ну, такие должны быть. На этом Русь держится, потому что, как мы вам называем артикул, австралка, чудообщество. Иностранцы не понимают, а мы берем такой стихии. Вам видите, что помогает? Наше мнение такое, что вы долго просто были там настоятелем или священником. Вы знаете, жизнь человека с самого низа. А когда-то, например, руководил каким-то хором, он раз липись какой-то, он не знает. А это надо же человека любить, да. Вот, который на земле живет, всего, да, всех надо любить. Но это особенно простые, потому что они как раз меньше всего на земле имеют таких вот утешений. Как говорил святой Торий Демитрий Ростовский, что ближе к Богу всего на земле земли делятся. Правильно. Потому что они ничего не получают ни от кого. Все сами руками делают, на Бога надеются, а больше никто не будет. Ну и зимы, непогода, и все пропадает. Да, поэтому они к Богу ближе. А все воду дают, всех питают, а за ними от кого ничего не имеют. Вот это первое, где стоят площади земли девцы. Второе, текстильная промышленность, когда Господь одел ладам о шкуре. А третье, строительство, где он пещер нашел, спрятался. А остальное, там, с чашкой вырезанной стоят, то еще подаст. От первой. От первой, как же видно. Да. Ну хорошо. Пошли мы сейчас по всем храму, там, явно много слова, хотим поехать. Вы внуственно передаете благословительно, чтобы нам не воспрепенствовали, там, ну, на одну минуту поснимать. Да. Так и скажете, благословение получено. Если кому, кто не верит, пусть звонит. Мы ничего не только, подошли и покрали, какой не приложились, и уходим. Ну, а охота снять, она приедет, чтобы увидели, что такое православие. И просто там, где она видела, вот, наши репарки. У нас здесь, как называть, немножко профессиональные отношения, вот, а еще спокойные. Не выражение членов, правильно? Слава Богу. Слава Богу, мы не нагнетали ничего. Вы сказали, что и храм расставить, но члены, наверное, в бою и проехали. Да что там сказали? В Ростове-на-Дону, он спали, значит, храм, храм из вагонщика был переоборудован. И в воскресной школе родили тоже вагонщик. Зажгли все, полили в свои. Вот, да и варит. Какая-то вражда у них там. Почему? Надо двумя летом решать. Вопрос. Ну, у нас, которые вражде были, люди, да, они ничего не могут сказать. А священники некоторые прям летуют. И он вышел на них и говорит, что нас потеряет, как-то, не отчитесь. Да поехали, шешек, и все. Верно, нахали. Да, нахали. Да, за границу Господа. Да, за границу Господа. Смотрите, даже это пытаются недруги опровергать. Да это он вроде только ради любви. На любовь тогда лицемерная, что ли? Понимаете? И не вмещается в людей. Так как такое отношение? Вот он. Пожалуйста. Это благословение, Господь. Мы сколько лет молились, чтобы Господь, ну, устроил так вот. У вас, Рахиль, там теплее, чем здесь? Минус пять. Минус пять. Хорошо. У нас тут минус двадцать пять с утра было. Вы не замерзли, пока вас возили? Нет. Даже спортивные. Игнатий, все быстро, быстро же делали. Ну да. Да, с Игнатий, все кругом бегом вообще не помешали. Сегодня занятие у нас будет по скайпу. А я еще дома не буду. В шесть. Вначале. Ну, успеешь. Я не знаю, там. Успеешь. Я вам сегодня к утру вот это дам, нашу встречу. Может, работает? Постараюсь. Да, хорошо. Да, работает. Игнатий Тичканович, я побежала. Давай, с Богом. Давай, давайте. Не бегай, не запнись. Вот здесь валенки я делаю. Это ты, Володина, валенки-то поддела. Ну, давай. С Богом. Ну, давайте, с Богом. Рада была с вами познакомиться. Повези-ка я. Да, я бы зашла бы, да? Да, я бы зашла бы. Ну, заходите. Нет, сейчас уже, раз мы с вами повидались, я уже полечу домой. Домой, говорю, в школу за ребятишками. Потом пока домой доеду. Так, чашку забирай. Она принесла какое-то национальное блюдо. Ой, не показывайте уже. Почему не показывайте? Что тут? Лепеха. Ханом. Ханом. Там что-то внутри начинка. Рулет с тыквой. Да. Давайте я закрою. Ладно, возьмешь маленько ты себе? Давай, ты режем пополам, а? Нет. А дайте у нас вон есть, еще отрежем. У вас там столько ядеков. Да, сколько возьмешь? Я тебе заверну сейчас. С Богом. С Богом? С Богом. Давай, радуйся, последнее время тут. Радуюсь. Все, да? Все. Ну, понравилось тебе? Понравилось все. Что не понравится общаться-то с верующими, с единомышленниками? Я так хотел, чтобы девчонки были, но получилось, что вот. Вот захворали что. Поеду я тоже, Игнатий Тихонович, поеду. Держать не буду. Ты мне дала телефон свой запасной у меня был, когда свой сломался. Я его положила. И вот ты за ним приехала тут. У Тараса поломался его телефон. Я говорю, не спрошу, если Игнатий не пользуется. Хорошо. Так что. По славу Божию. Штаны-то у тебя, видно, стяженые. Стяженые. Холодно мне. Машину же не буду я с собой угреть. Ну, понятно. Она у меня не заводится, как вот есть сигнализация от брелка заводится. А у меня нет, я сажусь в холодную машину. Ну, у меня штаны-то, я же не ношу их, как штаны. У меня и вязаное платье на нем. А потом еще и...